Здравствуйте, друзья мои, с вами Садрид Дин. Сегодня я хочу рисовать, пока я буду рисовать только из своего воображения. У меня холст 16 на 20 инч. Обычно холст полностью заново грунтуют, чтобы краска лучше ложилась и сильно не впитывалась. Но у меня этот холст первый из моих двух пачек я запасся большим количеством вот такого холста. И сегодня первый образец, который я использую на деле, буду прямо на нее наносить без предварительного покрытия грунтовки. Это опять же для эксперимента, что из него получится. Сегодня я буду использовать краски не из чубиков, а буду использовать из таких банок. Они, в отличие от тех красок, которые в чубиках, немного жидковатые. Но краски, которые находятся в банках, они, ими пользуются хорошо дома, когда находишься в студии на месте. А тюбики удобно рисовать на природе. С собой берешь и там рисуешь. А здесь эти шидковатые краски можно немного загустить. Вот таким вот тегенер, загуститель. Я его сейчас буду добавлять для этих красок, с ними смешивать и наносить. Это опять же в течение всей моей работы будет использоваться. И я для себя сделаю вывод, хорошо ли этим постоянно пользоваться для таких жидких красок или нет. Так что начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, краски готовы. Конечно, больше всего будет использоваться белая краска, чтобы немного менять цвета, оттенки каждого цвета. Буду прогревать немного с белой краской. Также перемешивать одну краску с другой, чтобы получить чуть другой цвет. И опять же будет, как уходила зверевые краски. Так, начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все участки закрыл, просто не должно быть открытого участка, где проступает непокрашенный холст. Покрашенный, конечно, но предварительно покрашенный, а не тот, что потом нанесенный сверху. Чтобы такого не было, надо все покрыть, а потом еще расхидывать другие слои. И тогда картина будет интереснее. Для этого у меня краски хватит. Вот замесы есть, только белый у меня без ретендера. Сейчас я его покрою, смешаю с ретендером, чтобы он тоже не высох. Эти краски, я думаю, будут стоять потом, не высохнут. А вот этот будет сохнуть. Я его сейчас смешаю с ретендером, чтобы он тоже держался дольше в пригодном состоянии. Ну что? Ну что? В итоге я вытер мастигин, чтобы в красках слишком много не транжировать, хотя я человек не скупой, но бережливость люблю. Сразу приучаетесь по окончанию этой части работы сразу вытирать начисто. Я еще буду им долго работать, но пока я передышку делаю, чтобы краска высохла здесь хорошенько для следующего слоя, я сразу вытираю инструмент. Как я обещал, я сегодня работаю только с мастихином, только с этим мастихином. И посмотрим, какой у меня полностью рисунок, картина какая будет. Субтитры сделал DimaTorzok